Шоу больше не будет. В Алматы закрылся ночной клуб, в котором девушки за 50 тысяч тенге разделись догола. Известно об этом стало и сообщение ведущей скандальной вечеринки блогера Ижан Байзаковой. Отсидевшая трое суток за нецензурные выражения девушка обвинила гостей вечеринки в двуличности и намекнула на то, что бар вынудили прикрыть. Наш корреспондент Нургали Карабеев попытался выяснить подробности. Шоу отменяется. Клуб, в котором девушки на конкурсе разделись догола, больше не работает. Об этом сообщила сама ведущая развлекательной программы для взрослых Ижан Байзакова. Точнее, она заявила, клуб закрылся по настоятельной просьбе. Кого именно, не уточнила. Бар закрыли благодаря, вы сами понимаете, кому. То есть ребятам, которые снимали на видео. У нас же отдыхали, у нас же веселились. Но я не знаю, насколько они такие, я сейчас могу называть только крысы, отдыхать у нас и снимать такое видео, и закинуть его, все испортить, то есть закрыть. Получить какие-либо комментарии в самом клубе не удалось. Заведение закрыто, телефоны не отвечают. Скандальная тусовка прошла 17 декабря. Во время конкурса две посетительницы разделись догола перед публикой. Одной из ведущих вечера была Ижан Байзакова. Она обещала 50 тысяч тенге победительнице. Конкурс блогер сопровождает отборным матом. В итоге, за бранную речь, суд арестовал ее на трое суток. На свободу Байзакова вышла буквально перед Новым годом. Закрыли меня, понимаете, за маты. И для меня это было странно. То есть все матерятся, особенно в клубах. С решением суда не согласен адвокат Джохар Утибеков. Он считает, что арест блогера был незаконным. Само по себе заведение, как ночной клуб, бар, и обстановка, аудитория, которая там собралась, оно в принципе все располагает. Я думаю, всем участникам этого мероприятия было известно, какие там могут последовать конкурсы. Я не слышал о каких-то заявлениях со стороны каких-то потерпевших. Все должен был просто оправдать. Впрочем, сама Ижан Байзакова с журналистами на контакт пока не выходит. Инстаграм блогерши заблокирован. Но девушка обещает рассказать, за что именно ее арестовали после восстановления своей страницы в социальной сети. Только когда разблокируют ее аккаунт, никто, в том числе и сама Байзакова, не знает.